Всех приветствую на моем YouTube-канале Арман Адрахман Тфайток. Меня зовут Арман Адрахманов и, как обещал, очередной подкаст, посвященный UFC 308. В этом видеоподкасте мы поговорим о соглавном событии вечера, потому что предыдущий подкаст, а все-таки мы обсуждали главное событие вечера. Опять-таки повторюсь, в предыдущий подкаст и в этом подкасте других боев мы больше обсуждать не будем, потому что только лишь, ну, лично мне интересно два поединка. Это главное событие и соглавное событие вечера в лице Роберта Уитекера и Хамзата Чимаева. Бывший чемпион средней весовой категории против проспекта Хамзата Чимаева, которого считают одним из самых, наверное, опасных бойцов средней весовой категории. Ну и в целом, наверное, во всем ростере UFC, во всех весах, во всех дивизионах считают одним из самых опасных. 13-0. Непобежденный боец. В любом случае, один из самых, наверное, опасных борцов, скажем так, средней весовой категории. Но есть моменты, о которых я бы хотел обсудить и с вами, и обсудить в комментариях внизу под этим подкастом, поэтому пишите комментарии перед началом этого видеоролика. Обязательно не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, если вы еще не подписаны, потому что это, ну, по крайней мере, помогает в продвижении моего канала, ну и помогает в оживлении этого мертвого YouTube-канала. Тем не менее, давайте начинать со главного события вечера UFC 308. Об этом мы уже говорили в предыдущем видеоподкасте. Этот турнир пройдет в Абу-Даби, в Объединенных Арабских Эмиратах. Я так понимаю, что на протяжении какого-то определенного времени, в связи с тем, что подписали UFC, руководство UFC с людьми из Эмиратов, а именно с Абу-Даби, соглашение, что на протяжении каких-то определенных лет будут проходить номерные турниры, очень классные, крутые турниры. Поэтому, ну, мы, я думаю, что в будущем еще очень крутые турниры увидим. UFC 308 по-настоящему крутой ивент, крутой карт. Очень много бойцов, очень много проспектов, очень много, скажем так, старичков. Ну, я все бои вам... Говорить про все бои не буду. Только лишь со главного события вечера в этом поединке. Хамзат Чимаев. Не знаю, с чего начать. Может, с Хамзата, может, с Роберта. Лучше давайте, наверное, с Роберта, потому что про Хамзата говорить очень много, что есть и на что стоит обратить внимание. И, возможно, в чем-то вы со мной будете не согласны, возможно, в чем-то вы со мной будете согласны. Ну, давайте по этому начнем, наверное, с Роберта Утекера. Прямо сейчас Роберт Утекер идет на серии из двух побед подряд. Он выиграл Павлу Косту решением судей и выиграл Икрама Алиаскерова. Также это был, ну, изначальный поединок. Алиаскеров вышел на замену. Изначальный, конечно же. Это уже вторая попытка провести поединок против Хамзата Чимаева. Но Хамзат получил... Но это даже не травмы. Это были проблемы со здоровьем очень жесткие. По крайней мере, то, что мы слышали, то, что мы видели по фотографиям, по интервью. Но и сам в обратном отчете в кондауне говорил Хамзат, что были проблемы с иммунитетом. Но об этом чуть позже поговорим. Но прямо сейчас Роберт Утекер идет на серии из двух побед подряд. Если он сейчас выигрывает Хамзата Чимаева, который, ну, на самом деле, стоит в рейтинге в средневесовой категории невысоко, на самом деле. Если не ошибаюсь, он в топ-15 входит. То ли 12-е, то ли 10-е место. Что-то такое. Неважно. Но Роберт Утекер, как бывший чемпион в топ-5, тут железно сидит. Поэтому победа над Хамзатом, я не знаю, гарантирует ли ему титульник. Непонятно. Но, по крайней мере, он точно в топ-5 останется. Ну и плюс-минус там одна-две победы. Может быть, еще раз подерется пояс чемпионом. Касательно Роберта Утекера, давно слежу за его карьерой. Еще с момента, когда он пришел в ТАФ. ТАФ, если не ошибаюсь, это был ТАФ-сезон, где дрались бойцы из Австралии против бойцов из Великобритании. Могу ошибаться. Потому что были какие-то отдельные сезоны, где там были такие противостояния. Ну, по крайней мере, Роберт Утекер стал то ли как чемпионом, то ли как участником, то ли финалистом. Суть не в этом. Вот с этого момента я и за ним слежу, потому что это было очень давно. Он там выступал на этом ТАФе. Был он бойцом полусредней весовой категории. Был таким неплохим среднячком, бойцом полусредней весовой категории. Однако, когда он перешел в средний вес, это 84 килограмма, 185 фунтов. Все. Карьера его вот так вот изменилась. Он начал намного лучше драться. Он как будто бы нашел свой стиль. Стал больше работать именно как боец, который хочет финишировать бои. Ну, и плюс он такой очень яркий боец, на самом деле. Все его бои яркие. Самые, наверное, жесткие его противостояния были, это, конечно же, с Ромеро. Юэлем Ромеро. Вот эти две войны. 10 раундов с Ромеро, которые забрали, ну, реально, я думаю, большую часть здоровья Роберта Утекера. Потому что Ромеро, я помню, то ли, кажется, в первом, то ли во втором поединке, но отбивал колени жестко ему. Вот этими прямыми ногами, прямыми ударами ногами. Вот так я скажу. Такой, типа, сайдкик в ногу. Удары, которые любит очень сильно Джон Джонс. Так вот, он колени просто-напросто ему расхреначил, реально ушатал. Это был титульный поединок. Выиграл Роберт Утекер решением судей. И затем был поединок, если не ошибаюсь, против Люка Рохольда. Но Рохольд там то ли как травмировался, то ли что-то еще произошло. Отменился поединок. И снова у нас был этот реванш против Ромеро. Вот Ромеро, вот реально вот у него такой вот фартожопый боец. Потому что вот вроде как близко подрался. Должен был быть еще там какой-то поединок. Но сразу же выходит на титул и снова подрался против Утекера. Тоже был такой жесткий поединок. Реальный был жесткий поединок. И там уже раздельным решением выиграл. Еле как, ну там практически на тоненького выиграл Роберт Утекер. Затем были у него тоже яркие поединки в средней весовой категории. Но момент такой, чего я не понял, это как он проиграл Израэля Адесани. Ну как он проиграл Адесани, на мой взгляд, на тот момент смотрелся для меня в качестве только лишь ударника. Только лишь ударника он перешел. Я помню его еще по боям с Глори. Затем он перешел там в ММА, как у тебя где-то там дрался. Потом перешел в UFC. Я понимал, что его очень там грамотно, хорошо ведут. Но когда против Утекера он вышел, я такой думал, ну что, Утекер его точно ушатает. Но я не хочу, конечно же, сейчас принижать заслуг Адесани. Типа, ну Утекер был в плохой форме. Но, на мой взгляд, два поединка подряд против Ромера реально забрали чуточку здоровья Утекера. И Утекер уже был, наверное, не таким. Но момент связан с тем, что после поражения Утекер как будто бы перерождается, знаете, как будто бы обновляется. Знаете, вот есть такая притча про то ли Орлов, то ли Ястребов, когда они стареют и понимают, что им все уже. Им крышка, они летят куда-то на скалу и начинают там переси свои вырывать и разбивать свой клюв. Вот после поражений Утекер снова же пошел. Очередной у него забег за титулом. Он выиграл Тила, выиграл Канонира, выиграл Гастулама. Все вот эти три поединка. Ну, кроме Тила. Тил, на мой взгляд, очень переоцененный боец. Очень переоцененный боец. Он был переоцененным в полусреднем весе. Его каким-то образом там, я так понимаю, что готовили больше, наверное, под британский рынок. Вкинули сразу же в титулник против Тайрена Вудли. И Тайрен Вудли его задушил просто. Ну, Дарсом задушил таким вот обычным приемом. Но, тем не менее, Тил потом перешел в среднюю свою категорию. И Утекер выиграл Тила, выиграл Канонира, выиграл Келвина Гастулум. И вот этих всех двух соперников только лишь Канонира, на мой взгляд, является самым настоящим таким средневесом. Потому что Тила – это все-таки боец, который поднялся из полусредневесовой категории. Гастулум – это такой тоже поднялся из полусредней, потому что не вмещался в лимиты 7,7 килограмм. Но, тем не менее, тоже не хочу принижать заслуги и навыков Роберта Утекера. Канонир – это жесткач. Это реально жесткий соперник. Реально жесткий соперник. Вот, давайте вот этот момент запомним. Что жесткие соперники – Ромеро, Канонир. Ну, да, там Суза был еще, Роналдо Суза. Но я думаю, что Роналдо Суза тоже, знаете, уже, наверное, вот мне за Суза, кстати, давайте сейчас чуть-чуть отвлекусь, за Суза мне немного обидно. Потому что один из самых, наверное, классных бойцов у него была там невероятная победная серия в среднем весе, но ему не давали титульник в среднем весе. Вообще, ну, не давали титульник, никак не давали. И потом засушили и ждали, пока я не знаю, что-то случится. Пока он проиграет. И вот он Утекеру проиграл. Хотя на тот момент я думал, что Утекер – все. Утекер – жопа, ему хана. И вот точно он не сможет пройти Суза, потому что Суза и борец хороший, ну, именно джинсер, грэпплер. И хороший ударник, удары с рук у него очень мощные. Еще это средняя весовая категория. Утекер все-таки мелковат для 84 килограмма. Но Утекер удивил меня своей любимой комбинацией. Раз-два и левый хайкик. Или раз-два правый хайкик. Ну, вот эта вот комбинация его, коронка, да, ушатал. Кстати, он так ушатал Деррика Бронсона, затем еще Сузу ушатал. В общем, давайте этот момент тоже запомним. Вот один из таких жестких соперников. Двигаемся дальше. Вот он вышел на победную серию из трех побед подряд. Здесь у нас Ады Саня. Снова привет. Давай. И опять близкий поединок. Очень близкий поучился. Но решением, судя, выиграл Айзерэль Ады Саня. На этот раз хотя бы Утекер не улетел в нокаут. Уже за это спасибо. Снова проиграл. Одно поражение. Выиграл Марвина Витори. И поединок против Дупли Си. Вот я так и не понял, что это было. Реально не понял. Вообще, в целом, мне Дрюкс в Дупли Си не нравится, как боится. Абсолютно не нравится. Как человек, возможно, он классный. То, как он продвигается у карьеры, это тоже классно, круто. Когда он говорит, что я настоящий африканец в UFC. Ну, он не говорил, что он настоящий чернокожий африканец в UFC. Он сказал просто африканец. Ну, по фактам, скажем так, он прав. Тоже давайте немного сейчас отступим от главной темы подкаста. Как будто бы по фактам он прав. Аргументируемое. Что он просыпается в Африке. Он тренируется в Африке. Он засыпает в Африке. Он родился в Африке. Что там? То, что он белый, это другая история. Но, тем не менее, он африканец. Все остальные говорят, это Камару, Адысаня. Кто там еще у нас есть? Ну, в общем, вот все вот эти вот выходцы из африканских стран, которые там какое-то время жили в других странах. Там в Австралии, в США. Францис Нгану жил там, допустим, в Франции. Ну, они как будто бы, так он говорит, ненастоящие африканцы. Ну, тоже смешно, конечно. Но, тем не менее. Вот поединок против Друкиса Дуплеси. Я такой, ну, что это было? Камон, вытекер. Ты каким был и что произошло? Проиграл. Ну, ладно, ничего страшного. Но снова вышел на победную сирию. На этот раз уже не три победы подряд. На этот раз уже две победы подряд. Против Паулу Коста. Коста тоже, я считаю, не самым таким опасным соперником. Не знаю, как, что ему до этого везло или что. Но, тем не менее. Коста он выиграл. И затем должен был драться против Хамзата Чимаева. Я на этот момент понимал, что, возможно, вытекера теперь будут использовать как гейткипера. Как среднячка, который будет подсвечивать, скажем так, проспектов. То есть, ну, да, там Паулу Коста окей. Там Хамзат Чимаев. Ну, нужно Хамзата продвигать дальше. Но если выиграет вытекер, тоже хорошо. Значит, он может выйти на победную серию и снова попытаться подраться за титул. Но как будто уже все. Уже как будто вытекер уже подсдулся, скажем так. Но Косту он выиграл. Потом Хамзат неожиданно снялся с поединка ввиду проблем со здоровьем. Тем не менее, в игру вышел. И Крам Алиаскеров, ну, на мой взгляд, здесь рисковал, конечно же. Роберт, не знаю почему, согласился. Ну, либо не было никаких других уже вариантов. Либо нужно было просто-напросто драться. И Крам, ну, боец такой, скажем так. На тот момент единственное поражение в карьере было от Хамзата Чимаева. Он подписался UFC, такой яркий боец с яркими такими навыками и техникой. Но был рискованный поединок. Чисто на ударке. Чисто на опыте. Справа дал и между рук апперкотом дал и забил просто в первом раунде. Великолепное выступление. Выступление, кстати, получил за этот бой, за этот нокаут. То ли выступление вечера. Бонус, кажется. И снова у нас теперь UFC 308 в Абу-Даби. Снова поединок против Хамзата Чимаева. Вторая попытка провести этот поединок. Удастся ли она? Ну, по крайней мере, сейчас вот идет неделя боев. Я следжу за всеми медиадвижухами в Ютубе. И вижу, что есть там UFC Embedded. И там уже показывают Хамзата. Все с ним в порядке. Все с ним хорошо. Надеемся, что так и будет продолжаться дальше. Касательно вот этих жестких соперников. С кем дрался Ромеро? С кем дрался Уитекер? Уитекер дрался два раза с Ромеро. Сузо у него был. Были еще там какие-то жесткие соперники, о которых мы говорили. Джаред Канонир. То есть, это реально топы. Топы из топов. Это реально серьезные оппоненты. Реально серьезные соперники. С очень классными навыками в ударке. Как Адысане, допустим. С очень нокаутирующими ударами, как Сузо. Умеющие нокаутировать одним ударом. Такие, как Ромеро. Взрывные борцами, как Ромеро. Да, таких ярких борцов, как Хамзат. В среднем весе нет. Но по сути оно и не нужно Уитекеру. Вот я к чему говорю. Что жесткие соперники у Роберта были в карьере. У Уитекера. Но были ли они у Хамзата? Вопрос у меня. Да, вы скажете, Бернс же был. Бернс был Усман Камару. Ну, камон, пацаны. Бернс жесткий соперник. Но бой был такой. Я вам скажу. Близкий. Мне казалось, что... Ну, понятное дело. Бернс все-таки это серьезный оппонент. Но мне казалось, что Хамзат его просто схавает. Реально переедет. Потому что до этого кого, как он там выигрывал. А здесь вот он вышел и подрался. Чуть было сам не улетел в нокаут, когда разменился с Бернсом. Бернс не самый такой вот... Не самый боец с ярко выраженной ударкой. Все-таки, да. Он тренируется в Килл Клиффе. Да, там у него есть тренер по кикбоксингу, по боксу и по борьбе. Но, тем не менее, он чутка деревянный в этой стойке, если честно. У него нет вот этого хайд-мувмента, нет его движения головой. Он просто жестко бьет. Просто большой боец для 77 килограмм. Хорошо. Потом кто был? Кевин Холланд. Ну, Кевин Холланд ни о чем, пацаны. Кевин Холланд... Честно, я не знаю, что он делает UFC. По сути, он вообще не уровень UFC. Реально он уровень какого-то без побит, но уровень какого-то Биллатора, ПФЛ, что-то вот ниже там. То есть, это не уровень первой лиги мира. Ни о чем. Вообще ни о чем. Не умеющий ни бороться, ни в стойке. Просто вот последний бой Кевина Холланд вообще это был позорище. Да, там говорят, сломал он ребро, и типа из-за этого кто не ломал ребро, тот не поймет, насколько сильная боль после перелома ребер. Ну, окей, ладно. Но многие бойцы ломали ребра и продолжали драться. Так он даже до конца раунда не доезжался. Короче, Кевин Холланд ни о чем. Единственные из два соперника серьезных были в карьере, это Бернс и Усман. Вот давайте теперь вспомним эти два поединка. Усман – это боец все-таки 77 килограмм. Если не ошибаюсь, поединок проходил в средней весовой категории. Усман там вышел на замену. Изначально он должен был драться, Хамзат имеется в виду, должен был драться против Павла Коста. Вот Павла Коста против Хамзата был бы интересный бой, потому что Хамзат все-таки и у Коста, Коста точнее, все-таки такой вот боец средней весовой категории. Он дрался за пояс чемпиона против Адысани. Был, конечно же, уничтожен и в очень жесткой манере был в конце опозорен. Но, тем не менее, Коста – это боец средней весовой категории. Топ-боец. Да, среднечек, но топ-боец. Топ-боец. Понимаете, как хотите. Усман залетел, залетел, понятное дело, залетел только ради человека. Не в самой, наверное, своей лучшей форме. Не в своей весовой категории. И какой бой дал. Даже недогласным решением судей выиграл Хамзат. Он выиграл большинством судейского решения. Большинством решений судей. Видите, какой момент. Не забываем поединок против Бернса. Тоже такой. Но, опять-таки, повторюсь, это тоже наши проблемы. Когда мы говорим, что мы ожидаем чего-то. А наши ожидания – это наши проблемы. Может, мы не знаем того, чего мы не знаем. Может быть, Хамзат был в очень плохой форме и вообще не должен был выходить, но, тем не менее, вышел. Касательно вообще его срыва боев, нужно тоже поговорить, какие-то моменты тоже обсудить. Но, тем не менее, вот эти два поединка мы берем. Реальные топ-бойцы, такие жесткие бойцы, реально жесткие бойцы. И Бернс, и Усман – жесткие бойцы. В двух моментах, в двух встречах, в двух матчах были бои такие опасненькие, скажем так. Сколько таких боев было у Уитекера? Вообще, сколько в целом боев у Роберта Уитекера? Роберт Уитекер был на самой вершине, был чемпионом, он был претендентом, он был около топом, он был снова, шел за поясом, еще раз попытался забрать чемпионский пояс. Теперь у него еще одна попытка. То есть, в этом плане у него опыта больше, конечно же. И вот вся та дерзость, вот на фоне всей этой дерзости Хамзата Чимаева, мы реально забываем его навыки. Мне кажется, его навыков, чтобы конкулировать с топами, а сейчас, ну, давайте будем честным, сейчас топа не очень, конечно же, с ними может каким-то, хотя вопрос, каким-то Шоном Стрикландом или Дуплеси, ну, хотя Дуплеси, о чем я говорю, да? Но, тем не менее, вот в то время, представьте просто, Роберт Уитекер дрался в эпоху Люка Рохольда и Майкла Биспинга. Они должны были драться, Майкл Биспинг и Роберт Уитекер. Представьте, да? Где сейчас Рохольд? Чем он занимается? Там с кем-то по жилжицу борется, в каких-то карата коммут выступает. Чего за... Биспинг ведет свой ютуб-канал, комментирует, проводит подкасты, ведет подкасты. То есть, Роберт Уитекер дрался вот в эту эпоху, понимаете, да? Он примерно в одну эпоху с Андерсоном Сильвой. Примерно, да? Плюс-минус. Тем не менее, Хамзат же залетел в UFC таким вот дерзким бойцом. Всем, всех вызывай. Мы же привыкли видеть, ну, по крайней мере, UFC и фанаты UFC привыкли, наверное, видеть, каким образом человека, который придерживается ислама, который в религии, скажем так, еще из Кавказа, имеющий какие-то кавказские корни, да, там он вообще в целом там от Швеции, да, двигался. Но тем не менее, мы такие, ну, он должен быть каким-то образом не таким дерзким, он не должен говорить, что он всех сломает, он не должен там трешточить и так далее. Ну, он залетел просто, и два поединка подряд, он, кажется, провел в течение двух недель. И он говорил о том, что он готов драться и в 77, и в 84, ему без разницы. То есть, настолько это прям, ну, людям снесло башни реально. Никто так не делал. Никто так даже в свои лучшие годы Конора Макгрегора так не делал, который мог сказать, я буду драться сейчас в 70, потом могу подраться в 65, мне без разницы. То есть, он сначала взял пояс в 65, потом подрался в 70, и потом дрался в 77, но это уже другая история. Тем не менее, Хамзат залетел, всех вырубал в первом раунде, во втором раунде душил, просто крушил, уничтожал, крутил, борол. В общем, мы такие под впечатлением, что это реальный монстр, реальный монстр. Но с кем он дрался? В начале карьеры первый дебютный поединок Джон Филлипс. Где он сейчас? Чего он сейчас? Маки Фрис. Кто это? Что это? Ну, он и закончил. Поединки все закончились досрочно. Первые три поединка. Геральт Миршард. Он выступает до сих пор, ну, за 17 секунд его уронил справа просто. Зажал к клетке и вот один справа дал и все, тут упал. Потом были очень множество было отмененных поединков. Было множество отмененных поединков. Леон Уотбурс аж три раза отменялся этот поединок. Три раза. Сначала он был запланирован на декабрь 2020 года, потом на январь 2021, потом на март 2021. В итоге каждый раз отменялся. Топ 15 на тот момент 7-7 килограмм. Это Джин Джилиян Ли из Китая тоже был уничтожен за один раунд за счет борьбы, за счет просто-напросто борьбы. Там не было ни ударки, он не так много двигался. Хамзат Чимаев. Потом было несколько о чем я говорю. Бернс близкий. Все равно выиграл решением судья, но тем не менее были опасные моменты. Он с ним рубился, я не знаю, почему рубился, но тем не менее. Потом был Кевин Холланд, которого также он удосрочивал очень быстро. И потом был такой вот близкий поединок против Камара Усмана. Теперь сразу же Роберт Уитекер, с которым он уже выходит, ну, по крайней мере, пытается выйти во второй раз. О чем это говорит? Ну, что реальный уровень Хамзата, возможно, не такой уж и высокий, как нам всем кажется. Вот этот поединок должен как раз-таки ответить на все эти вопросы. Хамзат в тех боях, где он проводил все три раунда, он выглядел, ну, не очень хорошо, если честно. Он выглядел уже таким уставшим. Даже 84 килограмма против Камара Усмана. В 77, ладно, мы можем сказать, что повлияла там весогонка, может быть, там плохо восстановился, но тут нужно отметить, что это будет поединок пятираундовый. Возможно, одна из причин, почему Роберт Уитекер согласился, что это условие поединка, пять раундов. Вот до двух раундов, на мой взгляд, опасен будет Хамзат. И главное Роберту Уитекеру эти два раунда пережить. Не знаю, самому бороться, может быть, ну, главное пережить эти два раунда. С начала третьего раунда, с середины третьего раунда все, это время будет Роберта Уитекера. Четвертый, пятый раунд. Роберт на опыте может просто-напросто грамотно засушить, где-то перебить, где-то побить лоу-киками, где-то подвигаться в стойке. Самому бороться, скорее всего, Роберт Уитекер не будет, ему это не надо по большому счету. Но у Роберта очень хорошая защита от борьбы. Он настолько был в свое время вовлечен в борьбу, стал тренировать вольную борьбу, что выступал даже на чемпионате Австралии по вольной борьбе и стал чемпионом Австралии по вольной борьбе. Понимаете, о чем? Настолько погружение в вольную борьбу у него было. Он понимал, что в этом плане у него там что-то отстает. Понятное дело, что Австралия все-таки это не самая борцовская держава, а не самая борцовская страна в целом, в общем и целом. Но, тем не менее, никто его не заставлял выступать среди вольников по правилам вольной борьбы. Никто там ему не просил, но сам решил и сам вот так вот сделал. Но при этом выступил неплохо и стал чемпионом Австралии. Это достоверная информация, можете проверить, погуглитесь, это легко гуглиться. Тем не менее, очень много времени уделяет борьбе. Более того, Роберт к этому поединку провел, по большому счету, два лагеря. Он, это же вторая попытка проведения этого поединка, правильно? То есть, он до этого тренировался к Хамзату, он понимал, с кем он будет драться, он понимал, в чем сильные стороны Хамзата. Он тренировал борьбу, он тренировал вносливость, он тренировал грэплинг, он тренировал там, может быть, какое-то вставание от сетки, работа от сетки и так далее. Затем бой отменился, но тем не менее, эта работа вся прошла именно конкретно под Хамзата. Затем вышел там экран Олескиров, но тем не менее. Сейчас же снова объявили, что это будет Хамзат против Роберта Уитекера, и сейчас уже пошел второй, скажем так, этап подготовки к Хамзату. Вот в этом и будет преимущество, возможно, Роберта Уитекера. Что они, то, что не доработали, возможно, в первом этапе, в первом лагере, то сейчас они смогут это доработать, либо улучшить, либо что-то убрать, по крайней мере, что не залетело в первом лагере. Хамзат же, в свою очередь, снялся с поединка из-за не даже травмы, которую он получил во время подготовки, а из-за проблем с иммунитетом. Вот эти фотографии, наверное, вы видели, где он весь в красных пятнах себя сфотографировал, сделал селфи в зеркале с телефона. То есть, ну, он там лежал под аппаратом искусственного дыхания, то есть, там какие-то были жесткие проблемы. Потом его выписали, он снова начал тренироваться, и опять это повторилось. Проблемы с иммунитетом были у них. Проблемы с тем, что он, возможно, перетренирован. Вот и вопрос. Решил ли он все эти проблемы? Как вы считаете? Проблемы с иммунитетом, проблемы просто так, они не возникают. Проблемы возникают на фоне, возможно, нагрузки на центральную нервную систему, на фоне в целом физических нагрузок, которые, возможно, организм просто-напросто, ну, не вывозит. Понимаете? Вот он сам себя, возможно, так сильно загоняет в зале, так сильно себя настраивает в зале постоянно, что все системы организма работают на износ. И поэтому организм только, все, я выключаюсь, нужен отдых. Больше мы так, продолжаться так больше не будет. И все, и так вот он с этого поединка снялся. Восстановился ли он полностью? А как прошло его вот это восстановление здоровья? Нормально ли он подготовился к этому поединку? Я вот видел в обратном отчете к андаунде и видел еще и несколько влогов с его подготовкой, с его тренировками. Сейчас он там, по крайней мере, к этому бою он провел подготовку на Эльбрусе, в этой вот базе для вольников, да? Неплохо, классно. Горы, восстановление, как раз таки то, что у тебя лучше всего получается, то и нужно довести до пика, скажем так. В чем ты силен? Ты силен в борьбе, ты силен в тейкдаунах, ты силен в этом. И поэтому это нужно больше точить, нужно больше работать. Но меня что беспокоит? Он ушел, я так понимаю, от своих старых тренеров, от своей старой команде. Это команда из Швеции, да, я так понимаю, All Stars, да, All Stars Jims. Вроде так называется, не помню имя тренера, но тем не менее в этом зале тренировался Александр Густавсон. Вот они, по сути, его создали как ММА бойца. То есть он пришел в какой-то определенной базы, безусловно, там где-то боролся, где-то что-то еще делал, но тем не менее его они сделали как бойца. Уход, как правило, для бойцов, ну для многих, многие переживают его по-разному. Кто, если с сильной такой менталкой, с сильным таким психологическим состоянием, может в целом пережить это неплохо. Здесь же Хамзат говорит, что у него сейчас новые тренера, новые ребята, новая команда, потому что до этого там все его пытались чему-то учить, научить, подсказать. И это, знаете, когда действительно случай с Конором Макгрегором, как показательный случай, когда ты доходишь до самого пика, ну понятное дело, что Хамзат не был прямо на таком пике, чтобы его башню снесло, но тем не менее он был настолько популярен, он был, на мой взгляд, второй популярности боец именно мусульманин после Хабиба. Реально говорю, там не нужно сейчас говорить, что Ислам Махачев и так далее. Реально он был очень популярен. И даже вот такой вот всплеск, всплеск, скажем так, славы может вскружить голову, реально может вскружить голову. То есть у нас тут вот в Казахстане бойцы, которые выступают где-то там и получили какой-то региональный пояс, все уже, скажем так, звезды. А тут ты всех сносишь, тебя все обожают, тебя все любят, тебя пророчат огромное будущее, тебе может снести голову, слава может тебе затуманить мозг. И когда все вокруг говорят Хамзат, возможно, я не знаю, я только лишь предполагаю, только лишь предполагаю, поэтому сейчас сразу же напихивать в комментариях мне не нужно. Тем не менее, я думаю, что как тренера, как более старшие люди с опытом, ну, наверное, у них опыта больше было бы. Было, наверное, в тот момент, они, возможно, что-то подсказывали. Плюс еще вот эти, по крайней мере, следишь за Хамзатом, его YouTube-канал, его влоги вот эти, его вот этот приятельские отношения с Нараном Тилом. Ну, камон, Даррен Тил – это не самый тот боец, с которым можно спарринговаться и расти. Даррен Тил сам особо не растет, как он может другим ребятам помочь. Но здесь можно возразить, что был же Артем Лобов, который был непосредственно спарринг-партнером Конора Макгрегора, и Артем Лобов, по сути, и создал конфликт между Хабибом и Конором. Но, тем не менее, Даррен Тил – это не Артем Лобов, и здесь совсем другие моменты. Но тем, окей, с кем дружит, с кем общается, нам абсолютно не важно. Мы сейчас только лишь обсуждаем бойцовскую именно карьеру. Вот это все может повлиять же, могло же повлиять, правильно? Что не стал слушаться, не стал прислушиваться к своим тренерам, не стал, возможно, тренироваться так, как раньше тренировался. Но разные могут быть истории. Сейчас я могу только спекулировать на том, что я имею, какую информацию мы получили из этого обратного отчета, из этого кандауна. Вот эти все моменты могут как-то негативно, скажем так, отразиться на Хамзате. А может, наоборот, может, он, наоборот, как раз-таки после всего этого осознал, потому что как будто бы дерзость такая немного пропала, как будто бы ее стало меньше. Не знаю, мне так кажется. Тем не менее, хотелось бы, чтобы Хамзат показал то, на что он способен, потому что всего пика он не показал. Всего того, что он может делать, не показал. Под деньги против Бернса и Усмана мне только лишь заставили усомниться в топовости Хамзата Чимаева. Реально в топовости. Настолько ли он хорош? Или мы все его просто-напросто дружно переоценили? Да, когда ты бьешь слабых бойцов, врубаешь их в первом раунде, ну, камон, там такая позиция была. Кевин Холланг, что это? Любой наш КМСник по ММА может его удосрочить Кевина Холланда. Ну, ни о чем это. Реально ни о чем, на мой взгляд, уровень. Но когда ты выходишь уже на высокий уровень, типа Бернса, типа бывшего чемпиона Камара Усмана, и вот в этот момент ты должен показать весь свой потенциал, в этот момент ты должен раскрыться полностью. Хамзат почему-то не раскрылся. Вопрос, конечно же. Еще один момент, который меня тоже доставляет задуматься, это когда бойцы, вот, к примеру, показательный момент, это поединок Александра Шаблия против Усмана Нурмагомедова. Это финал гран-при Беллатера за миллион долларов за пояс чемпиона в легкой весовой категории. Я следил просто за Шаблием, следил там за каким-то интервью, мне просто нравится этот поединок, нравился этот поединок на тот момент, и как бы в разный стиле, здесь больше ударка, здесь больше ударка плюс борьба, и Шаблий был тоже на этой же, кажется, а может на другой горной базе для вольников. И там он готовился, там боролся якобы, там он готовился к поединку, но камон, просто готовить вольную борьбу и надеяться, что с тобой будут бороться и ты будешь защищаться, ну, никакой защиты я там не увидел от Шабли. Понятное дело, что Шаблий это не Хамзат, но когда вы готовитесь к ММА-боям и строите весь свой лагерь вокруг именно вольной борьбы, на мой взгляд, это ошибка, потому что, как говорил сам Роберт Утекер в этом обратном очуте, да, возможно, у него очень сильная борьба, но не стоит забывать, что это не вольная борьба, это не борьба, это ММА. Это не борьба, это ММА. То есть в этом плане чертовски, сука, прав Роберт Утекер. Ты можешь быть очень сильным борцом, ты можешь быть очень сильным боксером, ты можешь быть очень сильным быть кикбоксером, но если ты не можешь все это смешивать, миксовать, или если у тебя нет этого чувства, когда нужно, что нужно подключить, то смысла в этом абсолютно никакого нет, правильно? Вопрос, вопрос. Да, там был тренер, который там Боба Сара Сайти его воспитал как олимпийского чемпиона, да, они говорят, что они там подключили все это, какую-то медицину, какие-то больше такие вот знания. Безусловно, у этих специалистов, у этих тренеров знаний больше, чем у нас с вами. Но что они знают про ММА, скажите? Что они знают про ММА? Схватка по борьбе сколько длится максимум? Сколько длится максимум схватка по борьбе? 5 минут? 5, да? Грязная там 6, не знаю, 5. Сколько длится поединок? Максимальное количество времени, которое нужно провести в октагоне. 25 минут, 25 минут. 5 раундов по 5 минут, еще 1 минута перелива между раундами, и вот вам, пожалуйста, 30 минут времени. 30 минут времени. Поэтому правильнее это было решение, отправиться на Эльбрус, тренироваться вот на этой вот базе, не знаю, только лишь покажет сам поединок. Я, давайте в заключении вот этого подкаста, который получился, ну, очень так уж длинным. Я не планировал так длинным записывать, но тем не менее, большим получился, потому что мыслей много, и хотелось бы обо всем об этом поговорить. Плюс формат подкаста подразумевает именно болтовню. Еще раз скажу, если до этого времени досмотрели. Больше оправдываться не буду за свою долгую болтовню. Тем не менее, вот касательно именно, если мы скажем, если мы будем говорить в конце про прогноз мой, на мой взгляд, опять-таки повторюсь, Хамзату я могу дать только лишь 2,5 раунда. Все. 2 раунда, ну, 2 раунда максимум. Гругом бегом я ему дать, могу дать. Если ему этого времени хватит, чтобы удосрочить, тогда победа его. Если за 2 раунда он не сможет ничего сделать, не сможет ни задушить, не сможет ни забить в стойке, ни нокаутировать в стойке, то у Хамзата большие проблемы. Реально большие-большие проблемы. Потому что мы знаем, что в боях, где 3 раунда было, он очень плохо себя показал. Плюс еще Роберт Уитекер умеет сам немного бороться, может защищаться от борьбы, у него неплохая ударка. И в целом, самое главное, на что стоит обратить внимание, и вас я прошу вас на это обратить внимание, чтобы вы во время этого бандинка, ну, не так сильно, наверное, разочаровались, если итог получится не таким, как вы планировали, не таким, как вы хотели. На Хамзате сейчас очень огромное давление. На Хамзате Чимаеве очень огромное давление. Потому что от него ждут только лишь победу. От него ждут только лишь доминирующее выступление. Особенно после простоя. Особенно после того, как он там не выступал какой-то определенного времени. На Роберте Уитекер такого давления абсолютно нет. Он уже не молодой борец, чтобы гореть перед поединками, знаете, чтобы мандраж ловить. Он уже не такой старый, чтобы его списываться щитов. Ну, это уже проходняк, это уже все, отработанный материал. Он был бывшим, он был чемпионом, он владел поясом, он был огромной звездой в Австралии. До сих пор и не является, да, в целом. Он такой вот уже повидавший, скажем так, БС, но тем не менее еще не старый. Ему, если я не ошибаюсь, 32-33 года. Хамзат же вот сможет справиться с давлением, таким вот психологическим давлением, потому что, ну, больше будет именно на него смотреть, нежели на Роберта Уитекера, на мой взгляд. А по навыкам я считаю, что, ну, Хамзат не будет превосходить Роберта. Ну, Бернс не самый ярко выраженный борец, ну, невольник, ну, честно. Да, Джистер, да, черный пояс поджигает сюда, грэпплер. Усман базовый борец, но в боях практически, ну, практически не борется, потому что у него просто два ушатанных колена. Все. И вот против двух таких бойцов он показал себя не очень лучшим образом. А Роберт, в свою очередь, нокаутировал Икрама Алиаскерова в первом раунде просто, ну, сумасшедшим образом. Это хайлайт, который, ну, тебя обеспечит, то есть, тебе обеспечит на протяжении какого-то времени, как минимум полгода, чтобы о тебе говорили. А ты помнишь? А вы видели? Вот так вот. То есть, сейчас он на коне, скажем так. Сейчас он более, так скажем так, в такое состояние, когда ему все, как бы, по боку. То есть, он был уже там, он уже все это видел. Плюс сейчас после нокаута в первом раунде все, воодушевлен, что прошел уже классную подготовку, сейчас еще одна подготовка, еще одну подготовку проходит. Ну, и вопросики, вопросики касательно именно Хамзата против Роберта Утекера. Я считаю, что Роберт Утекер здесь выиграет, возможно, решением, возможно, раздельным решением судей. И сможет ли он его удосрочить, Хамзата? Ну, вряд ли, вряд ли, потому что бойца, который ни разу не проигрывал в целом за свою карьеру, особенно еще досрочно ни разу не проигрывал, выиграть финишем очень сложно. Поэтому в этом поединке я буду ставить на Роберта Роберта Утекера решением, либо раздельным решением судей. Но скажу сразу, мне Хамзат очень сильно нравится. Если Хамзат выиграет, то все, больше я к нему вообще никогда не буду в нем сомневаться, никогда сомневаться в нем не буду. Но поединок сложный, поединок реально сложный. Удастся ли ему? Вопрос. Не знаю, честно, не знаю. Но шансы есть. Конечно, шансы есть, это МММ же. Навыки тоже есть. Но хватит ли всего этого? Вопрос. На этом мой подкаст завершен. Fight Talk. Армана Дархман. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Не забывайте писать комментарии. Давайте обсуждать этот поединок. Обсудим этот поединок. Потому что, мне кажется, один из самых интересных поединков. Возможно, даже интереснее, чем Тапурия против Макса Холлоуэя. Ну, для нас именно. Для тех бойцов. Для тех бойцов. Для тех фанатов, кто смотрит по эту, по ту сторону мира. Для всех фанатов из СНГ. Потому что мы знаем Хамзата. Мы знаем Роберта. Ну, Тапурия, возможно, будет тоже многие ждать. Потому что все-таки Макс. Но для меня лично это самый, наверное, ожидаемый поединок всего UFC 308. Все. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Арман Абдрахманов. Всем до следующего подкаста. Субтитры сделал DimaTorzok